Жанр пьесы многие привыкли считать несовременным. При его упоминании в памяти всплывают Ромео и Джульетта, Ревизор и другие гениальные, но уже не новые произведения. Однако пьесы пишут и в 21 веке. Сегодняшние драматурги, как и великие предшественники, поднимают актуальные проблемы. О таких современных во всех смыслах пьесах сегодня поговорим. Начнем с самой, пожалуй, известной пьесы 21 века «Изображая жертву». В 2002 году ее написали екатеринбуржские драматурги «Братья Олег и Владимир Пресняковы». По сюжету студент Валентин устраивается работать в милицию на очень необычную должность. Он должен изображать жертв преступлений во время следственных экспериментов. И все бы ничего, но однажды ночью молодому человеку снится его погибший отец, который заявляет, что в его смерти виноваты мать и дядя юноши. И герой начинает мстить родне. В общем, пьеса – своеобразный ремейк шексперовского «Гамлета». Но в новой трактовке, самостоятельным сюжетом и неожиданной развязкой. Кстати, по этой пьесе режиссер Кирилл Серебренников в 2006 году снял черную комедию «Изображая жертву». Фильм стал настоящей кинематографической сенсацией и был удостоен всевозможных наград. Следующая пьеса называется «Пьяный» и написал ее российский актер, режиссер и драматург Иван Вырыбаев. Действие происходит ночью на улице, где встречаются герои. Кто-то из них возвращается с мальчишника, кто-то с корпоратива, а кто-то просто из бара. Все эти люди из разных слоев общества и с разными судьбами, но их объединяет одно. Они все отчаянно пьяны и оттого беззащитны и бесстрашны искренни. Отбросив условности и привычный цинизм, герои говорят о сокровенном – свободе, боге и любви. И в этот момент они получают шанс изменить жизнь. Спектакль по этой пьесе в 2015 году поставили в театре имени Товстоногова. Постановка получила премию «Золотая маска» за лучшую режиссерскую работу. Еще одна современная пьеса, достойная внимания, написана швейцарским автором Лукасом Берфусом. Пьеса называется «Путешествие Алисы в Швейцарию». Несмотря на оптимистичное название, ссылку к Льюису Кэрролу произведение не является детской сказкой. Оно серьезное, драматичное и посвящено проблеме эвтаназии. Главная героиня Алиса неизлечимо больна. Пройдя все круги ада, одиночества, разочарования, боли и отчаяния, она едет в Швейцарию, где хочет добровольно сделать смертельный укол. В путешествии девушка встречает удивительных персонажей, каждый из которых влияет на сложный выбор, который ей предстоит сделать. Пьеса интригует и оставляет вопросы. Есть ли смерть во благо? Какова настоящая цена человеческой жизни? И имеет ли право человек сам выбирать между жизнью и смертью? На эти вопросы читателю предстоит ответить самому.